Здравствуйте! С вами программа «Место происшествия» и ведущий Роман Макропола. Перед тем, как начать, напомню, смотреть нас можно не только в телевизоре, но и в телефоне, а проще всего это сделать через наше мобильное приложение. Переходим к происшествиям. Сегодня вы увидите. Сказ о том, как в очередной раз победили телефонные мошенники. История исчезновения аккумуляторов и появления полицейских. Сводка дорожных новостей с улиц Краснодара. Но обо всем по порядку. В очередной раз гении телефонного развода остались в прибыли. На этот раз поверила профессионалам телефонного обмана жительница Краснодара. С помощью отточенных психологических приемов преступники смогли убедить потерпевшую в том, что они сотрудники банка и что деньги ее находятся в опасности. Женщина поверила и перевела все свои сбережения. Больше миллиона рублей. Некоторое время спустя она поняла, ее жестоко обманули мошенники. Сейчас их ищут полицейские. Я в очередной раз вам напомню. Сотрудники банка никогда не попросят вас переводить деньги. Любые финансовые вопросы решаются исключительно в отделении финансовой организации. А вклады вообще лучше хранить на отдельном банковском счете. Будьте бдительны и осторожны. Мошенники могут позвонить кому угодно, включая пожилых людей. А они особенно доверчивы. Предупредите родителей. Решил как-то один краснодарец на машине своей грузовой в рейс отправиться. Повернул ключ в замке сжигания и ничего не произошло. Лампочки на панели не загорелись, стартер крутить не стал. А он и не мог без аккумуляторов. Пропали прямоугольники свинцово наполненные. А стоят они, кстати, немало. 25 тысяч. За помощью мужчина обратился к полицейским. И не зря по горячим следам нашлись двое подозреваемых 19 и 29 лет от роду. В отделе они признались, что это они открутили плоскогубцами батареи и потащили в сторону рынка. Награбленная была реализована за 6 тысяч рублей. А теперь будет магия цифр. Двое подозреваемых плюс два аккумулятора равно пять возможных лет за решеткой. Вот такая арифметика ведется следствие. А эту рубрику смотреть интереснее всего, когда досконально знаешь правила дорожного движения. Не знаете? Ничего страшного. Книга про правила их соблюдения найдется не только в книжных магазинах, но и в интернете. Сводка городских дорожных неурядиц на ваших экранах. На этот раз разберемся, кто, как и зачем обижает маленьких. Что, конечно, не только аморально, но и противоречит ПДД. Например, на Тургенева разворачивался маленький Матис. Мирно так, спокойно, по-травоядному. Но сзади к нему подкрался коварный Логан с шашечками. Подкрался и ущипнул за бампер. Не больно, но очень неприятно. Все еще находящийся в глубокой задумчивости Матис направился в сторону российской. А задумчивость на дороге вещь такая же коварная, как и Логан. Напутал Дэу с рядами и тут же получил за это от Хюндая прямо по уку, то есть по боку. На этот раз вполне заслуженно. В это же время маневры наподобие Матизовых наблюдались и на красных партизанах. И с правого ряда решила Тойота на кольцо проскочить. Не сумела, ведь на страже средней полосы стоит Ниссан-разворачиватель-бампер-отрыватель. А если вы не уверены, что знаете, как правильно и без потерь миновать коварные кольца, пролистайте ПДД. Там все хоть и просто, но интересно. А главное – безопасно. С вами был Роман Макрупулы и программа «Место происшествия». До встречи в пятницу на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова